Четвертый Всероссийский съезд оленеводов России собрал в Якутске более 300 делегатов из 13 регионов. Участники обсуждают проблемы отрасли. В числе главных вопросов нехватка кадров, раздробленность оленеводческих хозяйств, неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры, низкий уровень селекционно-племенной работы, недостаточное финансирование научных исследований, объективные природные факторы, увеличение численности хищников и многие другие проблемы. Пленарное заседание съезда состоялось накануне. Статус событию придал визит первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. Репортаж Юлии Великодной. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил цех по производству БАД ТАБА. Здесь производят мясные полуфабрикаты, а также БАДы из пан северного оленя и косметические средства. Главная цель – безотходное производство. Оленеводы получают до 20 тысяч за одного оленя, так как производитель покупает не только тушу. Вы знаете, как я сегодня буду говорить, да и имею поручение министра, значит, очень глубоко проанализировать стратегию развития. Я так понимаю, что именно полный цикл переработки плюс возможность как можно быстрее модернизироваться. Да, да, да. Вот это нужно. И поэтому у нас есть приоритеты, мы будем готовы, только нам надо очень глубоко проработать. Да, безотходная технология здесь должна быть. Мы не исключаем, что государство пойдет на возмещение части затрат в этом процессе, о котором мы говорим. Нас принципиально интересует эффективность. И мы считаем, что традиционно животноводство, видеоролеводство – это уклад северных народов. И у нас есть сегодня все предпосылки для того, чтобы увеличить поголовье оленей. У нас есть все предпосылки изменить селекционно-генетическую работу. Ну, а как следствие всего этого сделать насыщение российского рынка продукции оленеводства и в том числе рассматривать ее как экспортный потенциал. Со всем этим стоит доходы аграриев. В двух районах Якутии в этом году начнут работу убойные цеха. Это поможет в реализации оленины. В планах у правительства Республики строительства еще десяти таких цехов. У нас целевая задача до 2020 года увеличивать поголовье. Целевая задача – довести до 200 тысяч. Сегодня мы имеем 156 тысяч. Поэтому при достижении 10 тысяч долов оленей именно в одном хозяйстве, то мы будем ставить им убойные цеха. Это сугубо бюджетные деньги Республики Цеха, и поддержка правительства, главы республики. Тему успешной реализации продукции обсуждали также за круглым столом, посвященном развитию предпринимательства в отраслях Севера. Продукт глубокой переработки оленины пользуется спросом на внешнем рынке. Мы сейчас разрабатываем идею совместно с коллегами из Норвегии, из Российской Федерации по возможному использованию технологий, которые разработаны в Скандинавии, по мобильным завоевым пунктам, по мобильным цехам, по переработке продукции оленеводства, с использованием современных судов, на которых мы могли бы производить эту переработку. Особую роль в развитии оленеводства играет образование. За круглым столом было предложено много идей для подготовки оленеводов. Надо во всех районах, районных центрах открыть школу бизнеса. То, что по опыту Жиганского района, ну и, конечно, где у нас оленеводческие хозяйства, общины, где находятся центры, поселки, обязательно какая-то структура переработки должна быть. В республике нет высших учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере оленеводства. Поэтому первый заместитель министра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов поддержал инициативу республики в создании федеральной образовательной площадки по обучению оленеводов. Аннабарский УЛУС больше года сотрудничает с ЕГСХ и совсем скоро студенты отправятся на практику. Учитывая то, что в Аннабарском УЛУСе на сегодняшний момент мы внедряем переработку сельхозпродукции, и на качественный новый уровень организовываем заготовительную систему. Для этого нам нужны естественные специалисты. На пленарном заседании съезда оленеводов председатель правительства Якутии Евгений Чайкин отметил, что глава республики, правительство и парламент региона уделяют пристальное внимание жизни в Арктике, и в частности оленеводству. Результатом совместной работы стало увеличение на 23% в 2017 году государственной поддержки оленеводства. Также в полтора раза увеличены субсидии на развитие данной отрасли. Премьер-министр особо подчеркнул значимость проводимого съезда для обозначения проблем и поиска пути их оптимального решения.